Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Совсем недавно мы говорили о событии принесения младенца Иисуса в Иерусалимский храм после Дни очищения Девы Марии и о встрече с праведным Симеоном. В данной программе мы продолжим изучать историю этого события и начнем с пророческого гимна Симеона-богоприимца. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Перед нами третий знаменитый гимн из Евангелия от Луки, который является неотъемлемой частью ежедневного богослужения православной церкви. «Ныне отпускаешь». Симеон мыслит свою жизнь как всецело проникнутую ожиданием пришествия Мессии. Теперь время ожидания кончилось, он увидел Мессию и может спокойно умереть. Сбылась его мечта, исполнилась обещанная Духом Святым, и он держит в своих объятиях Божественное Дитя. Настал самый главный момент жизни Симеона, которого он так долго ждал. Он преисполнен смирения и воспринимает себя не иначе, как слугу Господня, который стал свидетелем эры спасения человечества. Поэтому он и преисполнен умиротворения и глубокой благодарности Богу. «Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов». Симеону открыто Святым Духом, что Дитя, которое он держит на руках, есть тот долгожданный Христос. Но если большинство иудеев были уверены в том, что Мессия придет только к Израилю, свергнув Иго порабощение, то Симеон узнал в нем Спасителя всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля. Христос станет светом для язычников, не знавших истинного Бога. И поэтому пребывающих во тьме. Свет означает, что язычникам будет дано откровение Бога. Он осветит их так, что поверившие язычники тоже будут спасены. Также и среди народа Израиля будет явлена слава, под которой понимается ослепительное сияние, знаменующее присутствие Бога, который даст новое откровение во Иисусе Христе. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвуя служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Евангелист Лука в данном стихе особо делает акцент на Деву Марию, как мать Иисуса Христа, не называя Иосифа отцом, так как в храме Божьем в момент пророческого слова Симеона мнимое отцовство Иосифа не имело никакого значения. Но так или иначе святое семейство стало свидетелем чудесного проявления божественной силы и откровения, чему они дивились, то есть изумлялись. Это не говорит о том, что они услышали что-то новое. Это состояние человека, соприкоснувшегося с благодатью Господней. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Все лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Под благословением можно понимать, как возложение рук Симеоном на голову Марии, так и устное пожелание благодати Божией. Симеон видел в Богомладенце не только радость для мира, но и печаль. Не все в Израиле примут Христа, так что он станет причиной разделения и вражды. Не будет такого человека в иудейской среде, судьбу которого бы не затронули грядущие события, связанные с явлением Христа. Да и самой Матери Божьей, по словам Симеона, оружие пройдет душу. Она будет страдать и болеть душой, когда сын ее станет таким предметом пререканий, в особенности же, когда она будет смотреть на его смертные мучения, которые он будет переносить на кресте. Ощущение, которое она получит при этом, будет так болезненно, как болезненно бывает, когда через сердце проходит меч. Кроме Симеона в храме, то есть во дворе женщин, есть еще одна свидетельница, пророчица Анна, чье имя на еврейском языке звучит как «Ханна» и означает «милость» или «благодать». Что же касается Анны пророчицы, то о ней мы знаем только, что она – дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Анна была вдовой. Она пережила скорбь и горе, но они не ожесточили ее, но, напротив, лишь укрепили ее веру. Хотя по закону разрешался повторный брак после смерти супруга, Анна, по благочестивой традиции, которая была распространена в те времена, сохранила верность своему умершему мужу и не вступила в новый брак. Ей было восемьдесят четыре года. Она состарилась, но никогда не переставала надеяться на Бога и молиться. Она не отходила от храма, но это не значит, что она жила в храме, там не было места, чтобы жить. Анна проводила все свое время, участвуя в богослужениях и молитвах в храме Божьем с детьми Божьими. Именно через такую скромную женщину Господь явил свое пророчество о Христе людям, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...